срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев это урок номер 10 мы продолжаем с вами разбирать тему woodmart в этом видео рассмотрим виджет вот этой вот категории который у нас здесь выводится категории товаров так как у нас это очень важный виджет здесь он смотрится так а на мобилке это тоже у нас меню и здесь нужно разобраться потому что видите на то что написано категории не выводится меню тут не выводится это надо настраивать у нас тут работает только поиск для мобильных устройств итак сначала с компьютерной версии переходим конструктор шапки переходим в режим редактирования основной шапки default вот у нас вот эти категории заходим в карандашик и первое выбор меню мы с вами уже здесь выбирали ранее в уроках категории назначенные выбраны название меню мы тоже с вами это сделали вот категории товаров желаемый текст который будет отображаться всегда здесь задается здесь дальше лимит категории прикольная штука здесь есть предпросмотр если у вас их будет слишком много то можно сделать такое ограничение по стрелочке должно открываться но сейчас посмотреть не можем у меня всего три категории здесь раньше этого не было здесь это прикольное нововведение открыть при действии мыши на видение или клик то есть мышка навели и у нас категория спорили или по клику мыши на ваше усмотрение открыть раскрывающий список пунктов меню вот здесь включаем вот здесь по-русски описание есть читаем здесь все понятное записание тут уже смотрите включать или нет дальше выпадающий список вот это у нас белый или с фоном фон будет браться акцентный видите зеленый мы до этого еще дойдем когда акцент поменяем то все зеленое превратится в другой цвет который мы захотим использовать дальше наложение фона то есть затемнение когда у нас раскрывается видите пункты меню и будет затемняться фон дальше цветовая схема светлая темная выберите другую цветовую схему текста зависимость от фона вашего заголовка значит можно вообще загрузить изображение на фон можно поменять цвет добавить бордер это у нас рамка это какая рамка будет сплошная там двойная пунктирная и так далее и цвет рамки и вот иконка видите у нас иконка такая здесь гамбургер это только компьютерной версии мы сейчас с вами рассматриваем соответственно если я выбираю стрелочку то загрузить изображение можно вообще свою иконку туда до при выборе иконки вот это это не выбор стрелки как мне сначала показалось это выбор пользовательской иконки вместо вот этой иконки когда мы здесь нажимаем нам обязательно нужно что-то загрузить маленькая иконочка но я возьму какую-нибудь сейчас чисто для просмотра она будет очень маленькая естественно вот допустим видите панды у нас здесь появились и цвет букв темных тоже работает это работает действительно здесь вот здесь вот светлый темный сделаем в один пиксель пускай будет ну вот соль это сплошная и посмотрим обновимся вот действительно рамка появляется вокруг синие такая давайте я сделаю какую-нибудь темную рамочку а фон меняется как раз таки здесь вот у нас фон поменялся для верхней плашки все здесь хорошо работает и я иконку оставлю обычную здесь здесь мы с вами посмотрели теперь нам нужно разобраться с мобайл у нас уже если вы брали стандартную шапку да у вас уже будет мобайл меню что здесь давайте внимательно посмотрим что не хватает вот она нас меню заходим во первых не меню нет ни категория нет мы можем вообще категорию брать здесь если не хотим их здесь выводить оставить только меню разные вариации давайте смотреть показать кнопку закрытия вверху будет такая ну давайте мне нравится с этой кнопкой вверху она будет появляться показать форму поиска ну естественно показываем здесь форму поиска это уже смотрели тип записи в этом меню до получать ты по записи либо товар либо запись либо портфолио либо страниц либо все типы записи но я оставляю товары показать избранное у нас уже стоит показать сравнение показать аккаунт это все что у нас с вами есть вот он мой аккаунт в аккаунт зайдем там будет избранное и так далее еще можно это все вывести сюда в меню показать в pml список языков это мы не включаем это будет нужно только когда вы настраивали настроили на сайте мультиязычность то есть переключение языков на сайте и для этого нужно использовать вот этот плагин и настроить его тогда тема woodmart она интегрирована хорошо работает с этим плагином у нас пока этого ничего нет поэтому мы это не используем показать меню категорий вообще можно отключить из категорий как будет если здесь мы не хотим выводить категории обновим на мобильную версию то есть вот кнопка закрытия есть появилась вот здесь поиск меню еще не создана но и категории мы тоже скрыли давайте сейчас до этого доберемся нам нужно добавить меню чтобы нам меню увидеть в мобильном меню нам нужно вернуться внешний вид меню допустим вот у нас меню которое должно выводиться по идее на мобилке тоже в следующих видео у нас будет там некие нюансы когда мы будем делать мега меню здесь будут некие обходные пути здесь есть несколько путей как это сделать во первых чтобы она сейчас отобразилась нам нужно это меню поставить галочку мобильное боковое меню вот именно это майн меню оно будет мобильное боковое меню сохранить меню после сохранения меняется вот здесь вот статус видите это майн меню теперь это мобильное боковое меню если мы сейчас посмотрим на мобильное меню то у нас все меню видите тоже выводится плюс мы галочками отметили выводить избранное сравнение магазин мой аккаунт то есть это можно не выводить вот так это разворачивающийся список и как бы все но и тогда неудобно категории вытягивать до категории могут быть где-то здесь скажем если я перейду магазин сейчас по-моему нет не выводится а ну вот в принципе вот так вот категории все могут выводиться здесь но лучше их наверное выйти сюда вообще на ваше усмотрение если выводим то мы здесь включаем вот этот ползунок ниже выбрать меню выбираем именно категории то что мы ранее в уроках создавали отдельный пункт меню куда выводится именно категории woocommerce категории товаров на этом уровне если сохранимся обновимся меню вот так вот две вкладки видите получается основное меню сайта вот так вот переходим на категории и кстати я здесь сделал один подпункт меню вложенный чисто как будут выглядеть вложенные пункты а это все будет следующих видео детальней по поводу вложенных пунктов и мега меню то есть смотрите у нас есть меню и категории здесь еще есть такой момент поменять меню включаем сохраняем вот меню здесь категории здесь обновляем категории теперь первыми будут открываться сразу и только по нажатию будет основное меню то есть на ваше усмотрение здесь если вы также хотите поменять название вкладок самих место меню и категории да ну вдруг такая будет потребность вот вторая первая я назвал спокойненько просто вписываете вот здесь название для вкладок здесь разобрали остается вкладка стиле позиция слева справа давайте посмотрим то есть это просто с какой стороны будет выскакивать меню иконка иконка с текстом но это на самом деле правильно видите гамбургер и слова меню то есть я бы так и оставил но можно кликнуть и оставить только иконку дальше дизайн иконки у нас рамочка подсвечен это такая иконка можно выбрать вот такую такую на ваше усмотрение причем при выборе можно еще менять с названием чтобы она еще была вокруг в окружности цвет различные назначать для этого вон сколько разных цветов здесь либо вообще можно опять нажать вот сюда и просто загрузить свое изображение то есть очень очень гибко здесь все у нас настраивается внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo-оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете ву коммерс элемента какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram а а а а а а